У нас там было уже планировано, что Женя еще и поет. Ну, вы видели, как он поет на экране. А я, честно говоря, сейчас как-то уже и забыл, что мы хотели. Я сидел, угруженный, у его стихи. Я даже заметил, как у меня отнялась рука, она немела, я держал. И он говорит, я сейчас не буду петь песню. Какую песню? О чем ты говоришь, брат? Оказывается, он хотел спеть песню. Действительно, он вложил столько сил в это ощущение. И моя душа тоже напрягалась, когда он читал. И сейчас было бы, наверное, естественно, чтобы его стихи запелись. И уж раз так вот пошло, уже не сил на пение нет. Я хочу спеть песню на его стихи, чтобы у нас так плавненько перетекло, а то во все остальное. Мы немножко сократим, потому что времени мы прям много. Я спою одну из ее песен. Так, если бы он не попал вообще. Я хочу спеть песню. Я хочу спеть песню. Я хочу спеть песню. И только я в ней выбираю цвет. Жизнь полотно, а мысли мои краски. Бываем мы несчастны потому, что счастье своего не заключает. Как к хлебу мы относимся к нему, осознаем его, когда теряем. Что ж значит счастье ждать или искать стремление этих, и пустым, и мелким. Учусь я радость жизни постигать. А часовой, а не минутной стрелке. Учусь я радость жизни постигать. А часовой, а не минутной стрелке. Но счастье, но не счастье, это жизнь. И столько раз надежда и терпение. А мне взывай мыслью, ты держись. Я счастье открываю преодоление. Я счастлив потому, что я люблю. У меня и жизнь условий нет, но и твой. Что подлость и хамство не терплю. Что за владушием жить за не могу я. Я счастлив потому, что никому зла не желаю. Не приемлю в мести. И вам лишь известно от того, Как мне близки, а ну и честь. Что значит счастье ждать или искать, Стремления эти, и пустые, и мелкие. Учусь я радость жизни постигать. А часовой, а не минутной стрелке. Учусь я радость жизни постигать. А часовой, а не минутной стрелке. А часовой, а не минутной стрелке. Я тоже почитаю, потому что большей частью мне приходится на своих выступлениях петь, это песни, но у меня есть стихи, которые я не пою, по той простой причине, что они стихи. Не всякие стихи ложатся на музыку, хотя за уши притянуть можно. Как-то была одна идея у Жени стихи про одиночество, и я притянул за уши мелодию, и он ни в какие ворота. Это орликина какой-то получился. И мы эту мелодию забраковали, потом только пришла, и то не знаю, насколько она удачна. И вот я сейчас прочитаю в контексте нашей сегодняшней встречи именно о том, что жизнь – это возможность для человека, несколько стихов о том, что заключено в глубине, как эти возможности можно реализовать. Беда. И я, как распахнутый шов, открытый для массы инфекций, ожидаю одну из инъекций – инъекций любви. «Бог есть любовь» – пишет Иоанн Богослов в Евангелии. И вот у нас, у русских, в это слово вмещается очень много. «Я люблю мороженое», «Я люблю играть в шахматы», «Я люблю пиво», «Я люблю женщину», «Я люблю страну», «Я люблю ничего не делать». Понимаете, одно слово, и всё мы понимаем. А вот у греков, у них есть разные варианты. У них, например, есть понятие, которое отражает любовь. Но, когда мы их слышим, понимаем, о чём это. Вот «эрос» – это любовь, «агапа» – это любовь. Понимаете, да? Разные слова, но понятие одно и то же. И у меня есть несколько стихов именно о любви. Они не религиозны в буквальном смысле. Потому что иногда человеку необходимо разобраться сначала внутри себя, чтобы возвыситься к небу. Апостол Павел даже вот этот алгоритм указывает. Сначала разберись с душевным, чтобы потом подняться к духу. Бывает же вот так – и спить, но не напиться. Или жажда велика, или мелковат сосуд для влаги, Что в горта несокшую стремится. До капли пьёшь её, дрожа, вдруг унесут. А лучше лечь на грудь ручью, что с гор стекает, Не отрываясь пить ту воду до пьяна, И видеть небо в нём и птиц летящих стаей Над головой твоей, как воплощение сна. В котором свет зари так нежен, словно розы, Их тонкий аромат дурманит и пьянит, И по щекам текут от умиления слёзы. Но плачешь почему – никто не объяснит. Снег. Снег. Он был сегодня в столице. Спросишь, какой страны? Конечно, России. Бег. Взглядом по скованным лицам, Так ждущих весны, как прихода Мессии. Дальше. Про снег. Только он, словно посыльный, Взял, передал и ушёл во своя себе. С фальши смех. Сигнал на мобильный. Грусть мою скрасил, как раньше. А раньше? Что было раньше? Любовь. И не раньше, а присно. Просто сегодня пришла, как всегда, бескорыстно. Только с собой принесла ощущение жажды, Неутолимой водой из стаканов бумажных, И вереницу часов, сокращающих время до встречи, И разговоров без слов, Что и ранят, и лечат. Странно. Любовь, словно снег над Россией, Всё покрывает столицу и периферию. У меня тоже есть стихотворение, Посвящённое моему брату Евгению. Я сейчас хочу его прочитать. Вот так, а не иначе. Когда стремишься к цели, Пусть неудачник плачет. Хотели, не сумели, Забудь, что силы мало, Здоровьем не отмечен, Лиха беда начала, И путь небезупречен. В кулак собравши волю, Наплюй на неудачи И к ветру в чисто поле. Вот так, а не иначе. Всё пошло наперекосяк, Потому что дома как-то планировал Определённую канву, Линии придерживаться. Но, поверьте, Вот сейчас смотришь на книжку, Я ещё возьму, наверное, ту красную, Там что-нибудь оттуда прочитаю. Но, не могу тоже не прочитать стихотворение, Посвящённое отцу. Женя уже достаточно много сказал о нём. Он был фронтовик. И мы, Будущими детьми, О нём мало знали, Как о фронтовике. Мы только видели его раны, Вырванные прямо куски из тела. И потом видно, Что там должно быть тело. У него нет просто дырков. В ноге там, например, Или под соском. Он 14 раз переходил линию фронта. Он был полковой разведки. Не Штирлиц такой, А именно разведка боя. Механизированный. Механизированный. Да. И, Ну, что-то он рассказывал. Мы о нём, Об этих рассказах мало что понимали тогда. А потом они же рассказывали когда. У них когда язык развяжется, На 9 мая с друзьями, Они выпьют по стопочке. Другой, третий. И вот тогда были рассказы. А тут благодаря тому проекту, Который осуществил министерство обороны, У нас есть возможность и у вас тоже Заглянуть туда в архивы. И может быть о ваших близких, Которые вы там найдёте, Вы узнаете больше. Я однажды залез, Забил в поиски фамилию, имя, отчество. Муратов Дмитрий Иванович. И вышли документы, Которые таким казённым армейским языком Рассказывают о его подвиге. Не только его. Воевал Николай Васильевич, Брат моего отца Муратов. Забил Муратов Николай Васильевич. И там вышли документы. И тоже рассказывается о подвигах. Потому что у них всех были награды. Не просто так. Дядя Вася погиб. В Венгрии. В Венгрии, да. Недалеко от острова Болотон. И о нём мы нашли там. Понимаете? И я даже видел документы там. Как его забирали из Дзержинска призывали. И я всю ночь просидел, проплакал у компьютера. Потому что соприкоснулся с живой историей своих родителей и дядью. Ну а стихотворение потом, не знаю, как следственное. Не только в книгах и в кино. Война, прошедшая давно, в воспоминаниях отца была, казалось, без конца. Его друзья-фронтовики по духу были так близки. И день победы был для них днём славы павших и живых. В рассказах не было броват. А редким встречам каждый рад. Собравшись снова за столом, всё вспоминали о былом. Мир бренный, хрупо, как стекло. Их время в вечность истекло. А для меня всё как вчера. Звучит в душе их крик. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот здесь ролики. Мы, наверное, узнали это мой голос. Я сам монтировал. Я расскажу от этого лица. Было сказано, что книга с таким прекрасным названием и с нестерпаемым наполнением «Жизнь как возможность» включает в себя два стихотворения под одним названием. Это стихотворение Жени и Майор. Это его затея. Он специально так придумал. Он говорит, брат, давай, чтобы вот об этом мы как бы с двух точек посмотрели. И напиши стихотворение «Жизнь как возможность». И вот это стрельнет. Оно долго шло. А он меня учил и помогал. Он говорит, ты забей там подсознание. Просто оно созреет без тебя. Я вообще у Жени очень многому учусь. Всегда. Вот с самого детства. Он старше меня. Сейчас, кажется, уже ненамного. Тогда оказалось четыре года. Мне десять ему четырнадцать. Мне четырнадцать ему уже восемнадцать. И вот здесь он меня тоже научил. Я положил эту идею. И она как бы там спала. И вот он мне когда позвонил, сказал, ну готовься к тройнии. Стрельнула я? Не стрельнула. И труп. Ну как? Не положил, конечно. Мы сейчас отключаем кнопками, да? Сейчас по-другому все. Хотя использую вот эти слова. Положил трубку. Ты просто нажал на отбой. И через пятнадцать минут я ему звоню. С готовым стихотворением. Он говорит, ты смеешься, что так было, да? Ты в ней обманываешь. Вот видит Бог. Вот трубку положил. И жизнь как возможность, оно и... Вот, Сережа. Ну давай, да. Я сейчас вам ее прочитаю. Это уже взгляд мой личный, отягченный опытом двадцатилетним пастырского служения. Мы ведь на жизнь смотрим как на жизнь. А я на жизнь все время смотрю как на возможность войти в новую жизнь. В новую жизнь. И вот это и было так вот неспослано. Еще раз говорю, что я практически не сочинял. Вот сел и записывал. Так бывает. Не всегда. Не всегда. У меня два или три стихотворения только вот такие вот автоматически записаны. Жизнь как возможность умереть. Но умереть достойно. Пусть не пугает слово смерть. Прими ее спокойно. Как возвращение в отчий дом. Уставший от нужданий. Спасение верного крестом. Конец своих страданий. Смерть как возможность вечно жить. Как радость воскресенья. Как степень высшую любить. Прими как все прощенья. И жизнь, и смерть, как день и ночь. Лишь дальняя дорога. Печаль, тоска. Гони их прочь. И уповай на Бога. Я сейчас возьму инструмент. У нас, к сожалению, не все так ловко. И перейду к стихам, которые поются. Поются. Многие наши возможности, которые могут быть реализованы, нами осуществляются, но не без посторонней помощи. Когда не все получается, когда что-то не складывается, и вроде бы помощи ждать неоткуда, вдруг кто-то помогает. И вот из своего личного опыта религиозного я это знаю. И наверняка, и вы тоже это когда-нибудь переживали, что вам кто-то помогает. Вот эти небесные силы. Мы их называем ангелы. Ангелы это существа, которые нам помогают в реализации наших возможностей. При крещении, если он принимает крещение, ему Господь представляет специального ангела. И мы его нарекли, имя ему такое специальное, ангел-хранитель. И вот я посвятил одно из стих творений своему ангелу-хранителю, который помогает мне во всем. По дороге с лякотной сырой Вновь бреду я с головой пониже Сочистяны костною душой, потерявшись ты к греху превыше. Сочистяны костною душой, потерявшись ты к греху превыше. Ангел мой хранитель в стороне Не подходит и тихонько плачет Сложенные крылья на спине Грех мой для него обида значит Сложенные крылья на спине Грех мой для него обида значит Он ко мне не может подойти Но и нас совсем не покидает Зная, что на всем моем пути От беды меня он охраняет И как только покаянный плач Оросит слезами сердце камень Он ко мне приблизится опять И погасшей совести раздует пламя Я его молитвой призову Попрошу прощенья за обиду Он ко мне склонит свою главу И простивший не подаст и виду Что был огорчен моим грехом Что испуган был моим падением Глядя, как на мне сидят верхом Лень в обнимом месте с нераденьем Чтобы эти страсти отогнать И спасти павшего меня Призывал он Божью благодать В колокол безудержно звоня В колокол безудержно звоня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте гневничку Мы сейчас еще почитаем Я хочу просто развить эту мысль, продолжив Женину в стихах, когда он читал стихи, о том, что вот эта шизофрения, когда человек ждет результатов, а сам не меняется. Вот эта перемена ума, это очень важный для человека, вообще важный процесс в принципе для его жизни и устройства вечности. Помните строчку из Евангелия? Ее очень часто даже цитируют и в дело и не в дело произносят. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Помните? «Покайтесь» – вот это слово «покаяние» – что это такое? Ведь мало кто толком осознает из общей массы людей. А все очень просто. Вот то, о чем говорил Женя и многие другие говорят. «Перемена ума». «Метаноль» по-гречески, я сегодня греческие слова вспоминал. И вот это слово тоже, если произнести его с греческого на русское понятие – «Перемена ума». То есть поменяйте мозги, и Царствие Небесное будет для вас достижимым. Чего проще-то? Так ведь, да? Вот. И я сейчас хочу прочитать одно стиховерение, которое вот от такой горечи. Горечи было написано. Сейчас я его наведу. А может, оно и не вошло даже сюда. Дай. Это от моей заготовки. Заготовки. О! Я его очень люблю, этот стих. Иногда сам себе читаю. Может, камень быть ограненным. И ограненным может стакан. И талантом можно быть наделенным. Можно мир постигать через телеэкран. В жизни может быть белое – черным. Белым черное – тоже. Легко. Можно зло посчитать побежденным, и не надо ходить далеко. Можно жить очень близко от храма. Да дорогу склизко идти. Просыпаться приходится рано. Просыпаться приходится рано. Для молитвы бы время найти. Говорить можно много и смело, потрясая познанием народ. Вот, только как вот доходит до дела, получается наоборот. Бывало, захочется сильно помолиться, затеплив свечу. Только ужин настолько обильный надо делать, а нет, не хочу. Так проходят года за годами, и устав от светлых дорог перед сном, помолившись устами, лег, заснул, а проснулся. О возможности, которые мы вроде бы чаем, а я как священник, и каждый день с такими возможностями сталкиваюсь. Особенно, когда отпеваешь человека, и слышишь, вот он вчера хотел в гараж пойти, там машину свою перебрать. Вот, то есть человек не собирался помирать, абсолютно. Ну, как-то да, вот, как-то да. И вот, нам самое главное, вот эту возможность не упустить. Перемена, ума, покаяние. Понимаете? Много всяких возможностей. А это, в общем-то, одна из главных. Это тот ключик, который открывает дверь Царства Небесной. Ну, если кто об этом, заботится. Ведь не все касается. Кому-то, в общем-то, особо так, индифферентно все так. Вот. А кто заботится, вот имейте в виду, что только покаяние, это не моя выдумка, не поповские бредни, это слова Иисуса Христа. Покайтесь. Понимаете? Вот. Эту дверку в Царстве Божьем не взломаешь ни отмычками, ни взорвешь динамитом. Ну, только этот ключик покаяния. Вот. А покаяние у меня есть хорошее стихотворение. Ну, хорошее я... Это не как оценка хорошее, а хорошее для меня, что я его вот употребляю. Оно написано... Даже не моя идея. Однажды ночью читал псалтирь Ефрема Сирина. Одна из моих излюбленных книг для чтения, для душевного чтения. Есть псалтирь Давидова, знаете, да? А есть еще псалтирь Ефрема Сирина. Есть еще псалтирь Богородичная. По образу псалтири Давидова эти книги все и сложные. Труды Ефрема Сирина или Песнопение, посвященные Богородице. Вот такой том, разделенный на 20 разделов. И вот читаю один из псалмов Ефрема Сирина. И там под заголовочкой. Очень интересно, когда открываешь, смотришь, какое настроение. И там под заголовочкой. О, я почитаю сейчас об этом. И там, значит, под заголовочкой такой. Господи, измени меня, потому что я сам не могу себя изменить. Он думал, о, я как сейчас попробую почитать. Читаю, и у меня прямо аж захолонуло все. Это что-то про меня. Я понимаю, что он про себя, но это про меня. А у нас, кстати, многие молитвы, когда читаешь их, кажется, что это про себя лично. Это нормально, потому что мы все одинаковые в этом смысле. Мы люди, божьи твари, которые устроены абсолютно одинаково. Одинаково. У нас, ну что, может, цвет волос разный, там, объем талии, цвет глаз. Может, вкусы разные. А устроены мы все одинаково. Мы все, не успев родиться, склонны ко греху. Это особый разговор, не сейчас они об этом. И вот, чтобы поменяться, нужно усилие какое-то. А у человека нет сил. Ефрем Сирин о себе говорит. Этот человек, который мы называем святой. Святой. Я не могу. Я что тогда могу? Ну вот. И, а еще же я знаю, что на стихи Ефрема Сирина Великий Пушкин писал. Понимаете? Великий Пушкин. Он переложил его покоянную молитву, которую мы читаем Великим постом. Ну, думаю, если Пушкин писал, я что, хуже, что Пушкин? И вот тоже эпиграф у меня к этому стихотворению. Псалом 121, Хрема Сирина. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде нежели поет петух, трижды отречешься от меня. И выйдя он, плакал горько. Крик ранней петуха меня в ночи тревожит. Сознание греха больную душу гложет. Она была слепа, в раскаянии ленива. Душа слаба, глупа, блудлива, горделива. Как волк, поев овса, бездумно отдыхает. Так и душа моя в бесстыдстве пребывает. И хлеб страстей моих стал тесен, душен, страшен. Пред Господом лежу совсем и безображен. Яко свинья в колу служу греху бесстыдно. Хотя со стороны все как бы и не видно. Не видно блудных грез, убороства, не видно. Не видно лживых слез, не видно, что не стыдно. И я мятуюсь рабща на лень и нераденье. Свеча горит у тех, кто пребывает в гдении. Утешит дух святый подвижников о Боге. Я аж голоден и нарк, и не найду дороги. Владыка, ты не жди, раба произволения, Что слез пойдут дожди на душу в учащение. Да плачет обо мне вся тварь земли и небо, Чтоб мне не быть во тьме и напитаться хлебом. И жажду утолить с источника живого. И душу воскресить, и возвратиться к Богу. За все себя кляня, к тебе отец взываю. Ты сам исправь меня, прошу и умоляю. Крик ранней петуха меня в ночи тревожит. Сознание греха больную душу гложет. При чистых ног твоих, касаясь пыльной дланью, Прости меня, прошу, спаси свое создание. Ефрем Сирин. Просто джейк-мамал его в столовую. И вот эпиграфом была строчка о слезах Петровых. Есть у меня стихотворение. О возможности, но возможности утраченной. Вот раз и навсегда, все, бывает такое. Это иудин грех. У Петра такая возможность была реализована. Он тоже ведь отрекся от Христа. Да, три раза. И, раскаившись, пришел ко Христу. Плакает. Плакает. Иуда, тот три. А это один раз всего лишь предал. Продал. Предал, продал. Продал, предал. Все, близко. И мы эту историю очень хорошо знаем. Даже знаем эквивалент денежный. Да? Сколько там было? Тридцать серебряных монет. Тридцать серебряных. Вот. И он ведь тоже же раскаялся. Он же тоже раскаялся. Иуда раскаялся. Но он упустил возможность. Возможность полюбить своего учителя. Так, как любил Петр. Вот я сегодня стихи о любви читал. Не просто так. Любовь это наша жизнь. Действительно. Люблю ветчину. Люблю яичницу с луком. Мы все что-то любим. Мы грех любим. Кому не нравится грешить. Мы же грешим с удовольствием. Иначе бы мы не грешили. Мы любим грешить. И вот. Человек. Существо такое странное. И без Бога он превращается в скотину. А возвращаясь к Богу. Он обожаствуяется. Обожается. Обожается. У Иуды была такая возможность. И может быть история как-то по-другому повернулась. И мы бы знали другого Иуда. Но вот он вот так. Меня это волновало. И волнует до сих пор. Потому что я каждый день, в общем-то, вот так. Как Петр или как Иуда. Не как Сергий Радужский и Серафим Саровский. Понимаете? Вот так вот. Ну, Петр до покаяния. Очень интересный еще факт. Наверное, мало кто знает. Как слово Иуда обозначается? Знаете, имена имеют свои обозначения. Светлана. Светлая. Да? Владимир. Владеющий миром. Евгений. Благородный. Да? Айуда. Он восхваляет Бога. Вот смысл этого слова. Имени. Истребление так называется. Он восхваляет Бога. Среда. Синедрион. Сребро. Аж 30. Потом слезами. Потом раскаяние. Покой. Покоя. Покаяние. И в тишине ожидание. Осины. Сук. Таких еще не видел. Сук. Из сук. Сука. В мешочке звон. А в сердце мука. И вот ведь какая штука. Печелки ладони. Серебро. Меж плеч стекает пот. Но он не хочет видеть холм. Где будет распят тот. Кто мог бы все простить. Не вспомнив поцелуя. Но это ж не воды испить. Чтоб в сердце. Аллилуйя. По щеке его. Не текла слеза. Что нам до того. Предал. Предал. Смотри сам. И нечего ожидать. Ожидание. Чувства. Внутри ты про душу. Пусто. Отчаяние. Брызги монет из предательских рук. Не помогло. Что ж. Осильен. Сук. И нет. Ни суда. Ни забвения. Лишь в качестве бреда. Стихо. Варенье. И вот. Иуда. Это древнее резкое значение имени. Он восхваляет Бога. А. Аллилуйя. Хвалите Господа. Видите. И связь. Ну что ж. Время подходит к концу. Я сейчас пересяду за рояль. И спою в завершении одну свою последнюю. Анатит. Последнюю песню. Как Женя мне сейчас на ней напоминает. Это будет нашей точкой прощания. Но я надеюсь не до конца. У вас есть возможность взять в руки эту книгу. Почитать. Вы услышите. Память ваша вернет вас сюда. В наши отношения. В наше настроение. Вы услышите эти стихи. Может быть нашими голосами. А может быть сами прочитайте так. Как вам захочется. Ведь в чем прелесть чтения. Ты читаешь так как тебе хочется. И в каждое слово можешь что-то вложить свое. Или наоборот свое оттуда достать. И в каждое слово можешь что-то вложить. 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 Слезы лиц да и время ли. Слезы лиц да и время лиц да и время. И в каждое слово можешь что-то вложить. И в каждое слово можешь что-то вложить. За тайну суть, что дороги иной здесь нет. Хоть любви — это светлый путь, Вновь по капле стекает пусть. Это взлетная полоса, Это правдый кратчайший путь, Через жертвенность в небесах. Это правдый кратчайший путь в небесах. Спасибо за то, что пожертвовали последним своим временем. Ради нас с братом пришли в прекрасный, уютный, интимный такой небольшой зал. Но все поместились за армию, а свободные остались. Спасибо вам за такой чудесный вечер. Спасибо. 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 Спасибо.